Из правой кулисы появляется уроженец Асканийских степей, любимец всех каменных и не только баб, Константин Рейстровой! Из левой кулисы буквально врывается на эту сцену человек, который помогал изобретать продеварилак для скрипок, который мимикой перещеголял самого Джима Керри, Олег Януш Керри! Костя и Олег, гитара та скрипка, 10 струн на двоих. Это участники херсонской группы «Город неспящих». Ты подожди зима, дай мне терпеть на дворах. Не слышу больше, гнать тогда, стой на очередь. Дай мне терпеть на дворах. Костя и Олег, гонясь, 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 гонясь. История появления группы где-то в сентябре 2008 года. Мы случайно встретились на одном джимсейшне. Может в легендарном кафе Шаде. И встретились, и сделали такой джимсейшн, где-то поиграли. И там начали потом после этого периодически встречаться и играть. Со временем потом начали это репетировать. Уже 31 октября, вот в один раз. На 31 октября у нас был первый концертник. Совместная программа сделана. Закрытые окна, некуда смотреть. Лишь молча, раздеваясь, спит, допить. Вчерашнее вино открыть. Желанной кнопкой, легкой, нежной рукой. Она рисует замок с война. Легкой, нежной рукой. Она рисует замок с война. Назва струнного дуету, яка складається з двох слів, має декілька походжень. Від непристойно патріотичного до творчо-концертного. Херсон – врод не спящий. Тут еще второй, можно, конечно, долго думать над этим. Вообще история появления этого названия. У нас был концерт в кафе «Фридом». И вечер назывался «Музыка города не спящих». Ну, я тут уже позаимствовала. Ну, еще можно сказать так, что люди, которые не спят, творчески постоянно развиваются. Мы стараемся эту марку держать и в себе развивать. Вот город не спящих. «Музыка города не спящих». Додати творчість гуртів «ДДТ» и «Каліна» в мост. И в результате отримаємо Костянтина Рейстового, автора музыки та слів города не спящих. Всегда было интересно слушать своих любимых групп, музыку свою любимую. Хочется, всегда хотелось сделать так же сам, а что-нибудь такое подобное. Ну, вот научился и налить на гитаре сам. И начал сочинять. Я все простил, а вы снова и снова бросаете, как после каждого слова. Так дальше шанс, но может хоть повод вийти в ваши мечты. Войти в ваши мечты. Что до Олега Янушкевича, то он абсолютный музыкант. Сначала музыкальное училище, а потом столичная консерватория имени Петра Ильича Чайковского. Факультет оркестровый, кафедра скрипки. Я профессиональный скрипач, который закончил высшее учебное заведение, Киевскую консерваторию. 18 лет отдал эту профессию. А это у меня такое хобби, мне это нравится. И стараюсь нести какой-то профессионализм, то, что мы делаем. Много песен, которые я первоначально не передвижу, о чем оно будет. Потом только понимаешь, о чем это написано. То, что приходит, откуда-то слышу, а то и ложатся строки. Я могу сказать так, я знаю Костю лично, знаю его творчество, естественно. Но очень много частей характера его присутствует в песне. Тает небо, тают грозы, мой театр, тряпчет слезы. Сон пришел, исчез, и шташ. Лишь оставил в теле дождь. Група, которая из дня появилась на музичный свят трохи больше года, уже выпустила дебютный альбом. Как и буква до буквы сбегается с назвой группы «Город не спящих». Если говорить о первом альбоме, то там была сама идея такая, сделать все записи, несколько песен в разных стилях. То есть романс, танго, мелодические песни, типа сказки «Ночь крадется», более рок, музыку рокового направления. Следующий, я думаю, когда он появится, я думаю, там будет разный состав. Там будут трио, рояль, гитара-скрипка, скрипка-гитара, гитара без скрипки. В общем, самое вкусное выберите? То есть самое, да, я думаю, чтобы это было действительно каким-то таким событием. ПОСТІЙНИЙ ТВОРЧИЙ ПОШУК Надихнув музыкантів на расширение своего коллектива. Теперь до двух классических инструментов – гитари и скрипки – приеденается бас-гитара и ударная установка. Допоки хлопцы не могут визначити стиль музыки, которую играют. Проте эксперименты на эту тему неодменно находят своего слушателя. Нам прежде всего радостно, что получается вот собирать даже в нашем городе, собирать такую публику. И в принципе немалое количество есть людей, которые хотят слушать это, это им нравится, и они согласны прийти на такой концерт. Это очень интересно, потому что еще год назад, когда мы только начинали, многие говорили, что в этом городе никогда ничего не будет, и даже не надо пытаться. И вот я считаю, что под лежачий камень вода не течет. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Простой ПЕСНЯ ПЕСНЯ ВОЛНУЮЩА Семь летом на полу в неба, черный и братан. Субтитры делал DimaTorzok Раскани ветра, заблести с утра водой